Внувшие ночи войска Российской Федерации ракетами атаковали Краматорск Донецкой области. Разрушена городская школа, повреждены полтора десятка жилых домов. Сейчас на месте работает наш корреспондент Алена Грамова. Алена, здравствуй и рассказывай подробности. Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, в Краматорске вчера после 10 часов вечера прозвучало два мощных взрыва. Чуть позже уже появилась информация о том, что российские войска атаковали одно из учебных заведений в старой части города. Но кроме поврежденной школы, двумя российскими ракетами, мы сейчас находимся на месте событий. Пострадало еще 15 многоквартирных домов, которые находятся здесь, вблизи. Коллеги, что я могу сказать? Очередной невоенный объект, разрушенный российскими войсками. Школа, которая не работала, потому что год дистанционное обучение в Донецкой области, собственно, как и в большинстве регионов Украины. Мы знаем, что, со слов руководителя этой школы, что здесь не находились люди. То есть, ну, обычный сторож, который просто следил за порядком. В целом, о тех разрушениях, которые получило это учебное заведение, прокомментировала нам директор школы. Прошу послушать. Утром, ну вы видите, утром я приехала в 5 часов, две воронки такие. Это немного меньше, она чуть засыпана, а там во дворе намного больше. Метров три, а то и больше. Больше, наверное. Трех. Повреждена часть. Спортивный зал. Тут учебные кабинеты были. Три разрушены кабинеты в пристройке также. Отстроили там актовый зал. Делали. Он небольшой, но у нас был новый, а теперь нет. Прямое попадание. Попадание прямо в пристройку, поэтому. Окон живых также почти не осталось. Одна сторона там такая. Коллеги, по поводу того, какое вооружение применяли российские войска, нанося удары по этому учебному заведению, официальную информацию от национальной полиции мы еще ожидаем или знаем, что это действительно ракетные удары, и они очень сильно повредили школу. В целом, информация по поводу школы, она построена была еще в 1930 году, и мы знаем сегодня из уст руководителя этой школы, что от боевых действий страдала неоднократно во время Второй мировой войны. Эта школа горела, и вот вчера буквально российскими двумя ракетами школа очень сильно повреждена. Дальнейшие оценки по разрушениям, конечно, будут из уст уже руководителя области или главы города Александра Гончаренко. На данный момент есть информация о том, что в результате этого ракетного обстрела обошлось без пострадавших. Следим далее за информацией, за ситуацией в Донецкой области. Коллеги, студия, вам слово. Алена, спасибо огромное за все подробности. Напомню нашим зрителям, это была наш корреспондент Алена Грамова из Краматорска, Донецкая область. Ночью российские войска ракетами торговали город, очередные разрушения, пострадали школа, жилые дома.